Сегодня начнем, пожалуй, с летних рывков и прорывов, тем более, что лето началось, 1 июня на календаре, а что такое лето? Да, это солнышко, это тепло, это шашлыки и баня по выходным с друзьями, это дача, наконец, и ежедневное хорошее настроение, впрочем, я вам его сейчас подпорчу, настроение в смысле? НЕУ! НЕУ! Они, правда, обойдутся дешевле в 300-500 р, но только если речь не идет о борщевике. По поводу данного вредоносного растения действует отдельный прейскурант до 5 тыр, продолжаем, мусор. Цена вопроса уже 2-3 тысячи, правда, только на первых порах, поскольку за повторное нарушение, ну, если снова намусорите, с вас сдерут уже пятерик. Ну и так, по мелочи еще, за незаконные постройки собираются штрафовать, что будет считаться незаконными постройками, не спрашивайте, хрен его знает. За самозахват лишней земли, ну, это если ты, например, забор поставил, немного неправильно, и он слегка вышел за границы твоего на дело, плати, кстати, за долг по электричеству. По этому поводу тоже придется раскошелиться. Можете жаловаться в Международную Лигу сексуальных реформ. Ты хоть то, что сказал, понял? Слушайте, ну куда ж ты, блин, денешься от наших заботливых чиновников, на чей не спят о народе, думают, уже не знают, как бы еще нашу жизнь-то улучшить. Впрочем, если бестеба, ведь еще несколько лет назад Дмитрий Потапенко, признанный ныне иноагентом, врагом практически, предупреждал, готовьтесь, ребята. Теперь мы для них станем новой нефтью, чем сильнее на шеях элит будет затягиваться удавка под названием санкций, тем активнее. Эти элиты будут ставить россиян в позу раком, а еще говорят, нет пророка в своем отечестве, это реальная журналистика. Скоро лето, скоро мухи, скоро к нам приедут, суки, тема сегодняшнего выпуска, поехали! Впрочем, если вы думаете, что это все хорошие летние новости, не угадали, потому что у меня есть еще чем вас порадовать, делюсь. А дело в том, что только штрафов для дачников слугам народным, похоже, показалось мало, поэтому они запустили в работу еще один законопроект, который позволит, и вот сейчас держитесь за что-нибудь, вообще отбирать у людей те участки, от слова совсем, если кому-то, ну, кому-то, вы поняли, да, участок покажется заброшенным. С рассадой на заднем сидении на стареньком жигуленке Евгений Колобов торопится на фазенду, так он называет свой скромный земельный надел в шесть соток. Ему он достался от отца, отцу еще в шестидесятых, как и многим тогда, от государства, безвозмездно. Но чтобы превратить этот клочок земли на болоте в оазис земледелия, ушли годы трудовых подвигов. А если не будут брать, отключим газ. А знаете, в чем прикол? По какому принципу проверяющий или контролирующий упырь будет принимать решение, заброшен данный участок или не заброшен, авторы людоедской инициативы не придумали до сих пор. Зато отбирать такую собственность, заброшенную в кавычках землю, да, ребятишки решили железобетонно, а там, куда кривая российской мечты вынесет, видимо, тем более, что время-то еще у них есть. До 15 января 25-го года думы-думать они там собираются по данному поводу. И в то, что какую-нибудь пакость обязательно изобретут, я даже не сомневаюсь. Ну, в смысле, как это дело обставить? Со своей стороны посоветовал бы напрячься тем, у кого дачный участок находится, ну, либо в черте города. Или неподалеку, скажем, от какого-то элитного коттеджного поселка или на берегу какого-то красивого водоема. Короче, гражданам дачные домики коих волею судя показались на очень дорогой по нынешним временам земле, на такую, разумеется, заботливые крохобуры часто имеют виду, а дальше дело техники. Было ваше, стало наше. Осталось лишь бумажку нужную написать, подогнав ее вот под данный людоедский закон. Бабка Нюра за своими шестью сотками плохо ухаживает, плохо осваивает землю. Зараза такая, пинка бабки под зад, и гуляй, бабка Нюра, куда подальше. По сути, ребята хотят наделить себя правом, лишать людей собственности. И поверьте мне, именно так все и может случиться в конечном итоге. Вот дай бог, чтобы я ошибался. Уважаемые друзья, не отдавайте это оппозиции, потому что это самая благодатная тема. И вы сами отлично это знаете. Сделайте так, чтобы борьбу с коррупцией возглавила Единая Россия в Государственной Думе. В противном случае количество упреков по поводу концентрации жуликов и прочих неблагонадежных элементов будет только расти. Нужно самим этим заниматься. Хотя я все-таки думаю, что озвученное мною только что, оно на данном этапе все же вторично. Главная цель вот этой вот затеи. Необычные садоводы, огородники, а кто, как считаете? Есть негодяи, которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары. У них здесь недвижимость, счета, бизнес. И при этом страну поливают грязью, ноги вытирают. Мы, понятно, должны с вами реагировать. Наверное, мне бы надо... Не надо. Именно я сейчас говорю о тех самых иноагентах-релакантах, с которых есть что взять. Об артистах, об бизнесменах и бла-бла-бла. Ну, вы поняли. Которые вроде бы уехали из страны, но у которых здесь осталось много всего вкусного. Движимое, недвижимое имущество, в том числе дорогое. Депутаты и чиновники больше года ведь уже бьются, чтобы такого придумать, дабы цап-царапнуть имущество таких беглых иноагентов-релакантов. Вот только даже действующее законодательство ну никак не позволяло им оно возделать. Вроде как, собственность частная. Отъезд за границу это не преступление. К тому же за мнение, за статус иностранного агента конфискации вроде как тоже не предусмотрено. А цап-царапнуть-то хочется. А потом мы у них цап-царап посмотрим, вообще мы заинтересованы в этом сегодня или нет. Не-не-не-не-не, руки прочь, не трожьте меня, дуйте лесом, ебанутые ебанушки. Хорошо, давайте на пальцах. Самый яркий пример, тот, что у многих на слуху. Помните историю вот этого вот с дома и Пугачевой в деревне грязи или замком. Народные артистки СССР, как его называли пропагандисты, помните, сколько раз эта тема всплывала в публичном пространстве за последние пару лет? И так, и сяк, ведь питаю пытались заходить. Вот как бы у нее тот замок так жать? О, Мушина агент, ну и что? А при чем тут сама Примадонна и их дети? Да их фейки вроде бы Мушина агент об армии распространяет. А по новому законодательству за фейки теперь можно имущество отбирать. И опять же, ну и что? А при чем тут сама Примадонна и ее дети? Они иноагентами не признаны. Фейки они никакие не распространяют. Да и дом не является орудием преступления в данном случае. Как ты не натягивай сову на глобус? Меня опять терзают смутные сомнения. И вот в этот раз, похоже, какое-то решение ребятишки для себя нащупали. Ну а че? Хозяева в России не проживают. Дом стоит заброшенный. Заброшенный, вы поняли, да? Чем не повод изъять, наконец, набивший оскомину Пугачевский замок? А впрочем, ну правда, все это настолько по-идиотски выглядит. Ой, кринж за кринжем. Когда они уже научатся-то чему-нибудь? А теперь хочу представить вам нашу новую рубрику под названием «Время осуществительных историй». Станет ли она постоянной, зависит от вас. Об этом давайте в комментариях пообщаемся. И чтобы не тянуть кота за мозг, ну все же вы знаете, что примерно с середины или с конца апреля «Ослуги наши народные» активно обсуждают так называемую налоговую реформу, а по сути идею с увеличением налогов для населения, в частности НДФЛ хотят повышать. Так вот, накануне Силуанов дюже порадовал, когда заявил, мол, россияне сами об этом попросили. Чего? Да-да-да, мешками писем буквально завалили Минфин, и их, наверное, Терешкову хотим, пишут. Чтоб за нас драли-то побольше, если без Стёба Силуанов, конечно, несколько красивее свои бредни по тарелке размазал. Там было в российском обществе давно есть устойчивый спрос на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения, вот под таким соусом оно, разумеется, стало выглядеть вкуснее, но для кого стало-то? Для безголовых долбонавтов, сидящих в труханах перед телеком, с бычком-пахитосой бутылкой пиваса наперевес, давай, так их этих буржуинов в стране деньги нужны, они весь жируют. Как известно, алкаши попадают в ад. Вот. Так вот, если, а он же положительный, он, и как, и он будет сатаной, и там, и Господь, что, и его убьет? А он же хороший, он только лодка, он как бы более ничего, собственно. Вот. Ну, пожалуй, вопрос в этом. Спасибо, я закончил. Ладно, эта шутка была, на деле же, вот если бы все эти диванные недотёпы имели хоть какой-то намёк на мозги, они бы понимали данную историю отнюдь не про буржуинов, как раз буржуины отскочат в сторону, скорее всего, получив какие-нибудь люготы, уж тем более эта история не про страну, да, которая поимеет с данного повышения налогов какие-то дополнительные деньги, а, впрочем, продолжить предлагаю уже в следующем выпуске, потому что тема большая, объёмная, пока переваривайте услышанное. Всё! Это была Реальная журналистика сегодня, вот так, подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео, в соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!